Этот забор ограждает территорию недачного участка. Мы находимся на входе в средневековое поселение, городище. Да, именно здесь со всего Приморья собрались реконструкторы для того, чтобы провести свой фестиваль, который они назвали «Нормандские маневры». Нас встретил грохот амуниции и звон мечей. Воины в доспехах жарко бились на поле под палящим солнцем и под музыку победных криков и батальных девизов дружин. Кого вы защищаете? Семьбрана! Испить чашу лихо и ярости норманов прибыли не только приморские любители раннего средневековья, но и гости из соседних регионов. Географическое разнообразие племен и народов феодальной Европы отразили вооружением, знаменами, предметами роскоши горожан и быта сельских жителей. И, конечно, костюмами участников фестиваля. Здесь в данном случае есть представители нормандского герцогства, англо-нормандское краевство. Есть ребята, которые занимаются викингами Скандинавии, есть Русью занимаются, финногорские племена, Византия. У нас эпоха попроще, раннее средневековье, тут доминирует кольчуга. А кольчуга, как доспех, хороша тем, что ее свойство позволяет надевать ее почти на любого человека. Сколько времени уходит, чтобы сплести кольчугу? Ну, зависит от квалификации мастера. В среднем, если интенсивно работать, за три месяца можно справиться. Были на фестивале участники, которые кропотливым трудом по плетению кольчуги не стали себя утруждать. Однако к подбору образа отнеслись не менее ответственно. И на людях выглядели весьма эффектно. Где достал ты эту шкуру? Ты лично ободрал волка своими руками? Конечно. Загрыз. Без использования кольча режущего инструмента. Отлично. Но мы будем считать, что волк просто сам разделся, отдав тебе... Он испугался. Он просто испугался. Нет, ну а если серьезно, где получилось разжиться такой вещью? Ну, это надо места знать. Знаешь, всем расскажешь, волков потом не останется. Кого только не найти среди реконструкторов. Страсть к перевоплощению объединила новичков и опытных участников. Студентов, преподавателей, белых воротничков и представителей рабочих профессий. Брутальный облик воинов и изящность нарядов прекрасных дам. Я всегда любила рукоделить, что-то делать своими руками. И тут ты можешь сделать все. Тут ты можешь шить себе ботинки, шить себе платья. На мне сейчас комплект византийской девушки. Такой достаточно, можно сказать, простой. Селянки, горожанки, короткий рукав, стеклянные браслеты и сережки с эмалью. А в руках у меня гораздо более ценная и интересная вещь. Это серьги уже такой благородной женщины, какой-то Матроны, Патриции. Ближе к кухне был своевременно замечен и перехвачен наш телеоператор. По совместительству знаток изысков средневековой кулинарии. Средневековая еда гораздо полезнее, чем современные еды. Это вот сливочный норвежский, если не ошибаюсь, рыбный суп. В те времена, что было, то и ели. Он достаточно очень питательный и вкусный. Утолить свой гастрономический интерес. Вкусно. Фестивалили реконструкторы три дня. К участию пригласили родственников и близких друзей. Туристы тоже могли посетить его, причем бесплатно, но в ограниченное время. С 12 до 15 часов в субботу. Среди тех, кто успел приехать вовремя, оказались и мы. Евгений Михайлов, Роман Адонин, Телемикс.